серёга что клюнуло серёга крокодил крокодил привет друзья я не стал снимать дорогу как я еду я приехал естественно на пруд половить карпика амура на этом пруду я был год ровно год назад это пруд Николаевки в Липецкой области и отловился очень удачно первый раз то есть всю ночь день вечер и утро клевали карпы амура и хорошего навеска я надеюсь что сейчас прошло похолодание и у меня поставится такая же отличная рыбалка сейчас дует ветер я расположился на другой стороне берега в отличие от прошлого года не знаю что от него ожидать но самое главное что вот смотрю все соседи на кораблях завезлись но насколько я знаю здесь можно завозить на лодке вот я люблю ловлю в завоз и сегодняшний видео будет ловлю карпа амура именно в завоз здесь рядом летное поле и летают самолеты военных сейчас я вам хочу показать сейчас сгружал свое оборудование сумки все остальное что мне нужно для рыбалки и сам от себя просто офигел сейчас посмотрите сколько всего скарба мы тащим на рыбалку так это у нас вот я взял лодку это вот единственное что я не всегда беру палатка спальники раскладушки кресла как вы мат стол удочки сверху сумка с прикормками вот прикормка обычно я беру 34 ведра но в этот раз я побольше взялся так как все-таки думаю рыбалка на двое суток будет отлично ребят вот такой скарб карпятника что здесь поделаешь только остается ловить ну что я тогда сейчас по-быстрому замочу прикормочку у меня прикормка есть я ее не варю а именно замачиваю сейчас покажу и буду настраиваться и выезжать смотреть дипером грунт и вообще рельеф где ставить точки поставлю маркеры завезусь и буду ловить надеюсь пока я приеду привет мой напарник сергей мы сегодня будем с ним вдвоем ловить он тоже любит карпа амур ловить так ребят смотрите вот сейчас вам покажу поближе всякие всякое мелкое зерно просором зерно там века очень такая сухая смесь я обычно ее водой заливаю она набухает на мух так как еду и поеду сразу закормлюсь и также я добавлю в нее чуть-чуть у меня остался немного дозора здесь на зазор неплохо реагировала рыбка ну сейчас все по порядку это у меня дозор и вот у меня 100 граммовая баночка я добавлю половинку и еще чектоник чектоник это аминокислоты надеюсь тоже немного добавить что рыбка подойдет ведь как быстро впитала все сейчас еще водички опа надеюсь привлечь рыбу не как вот рыбаки там дух ведерны притащили то есть они будут наверно на зерне прикажется я хочу на мелком и здесь еще отруби есть они пылить будут соответственно запах пыль будет привлекать я хочу правда хочется мог половить больше и мелкая дисперсия не даст насытиться рыбе и будет очень много мелких частиц вот такая зеленая вещь получилась наверное дозор дал свой свет вот все настаиваться я пока поставлю сейчас два на набухнет и можно будет прикармливаться давай побыстренькую сейчас лодочку надуем ну что поплыли ветер жуткий просто нас здесь будет двое на мосту с той стороны света места очень мало поэтому я наверно на край поставлю и еще прикручу чтобы не утащила все не уедет никуда так ребят смотрите вот как я говорю прошло там час-полтора пока я все их разматываю сделаю маркерюсь вот одна приконка уже практически готова она набухла вторая прикормка у меня будет стоять из-за сверху вот перец но здесь у мало килограмма два основном макуха вот вот такая макуха я даже не ломаю чтобы она крупнее было в ведре примерно 8 килограмм прикормки и залью я это все так настойка сладкую я делал миласса немецкий мюссель и апельсин то есть апельсин у меня есть ликвид апельсин то есть вот это в четырех частях я смешал и сейчас вот это все залью для того чтобы макуха и пелец сразу же не растворяли в начале отдали ликвид были немного хотя бы пропитана кота жидкость чтобы сразу не растворять здесь него банка где-то около литра я залью пол-литра если макуху не облить чем-нибудь она сразу растворяться начнет в том году я также экспериментировал макуха здесь ставил вместе с только я кажется рапс один брал и отлично все клевало повторим то же самое а ловить я буду на бойлы я поставил стики бейтс дозор и мельбуль флорентина скорики каждую точку меня две точки в каждую точку я по полу ведра этого попал лету со старта высыплю и на вечерний прикорма стал я все завез пытаюсь выставить на один уровень свингеры и жду поклевочки пожелайте мне удачи не хвоста не шеи все-таки надеюсь на поклевку и хорошую рыбу ну насколько поймаю все будет моя ребят вечерняя зорька я призовелся уже переоделся поставил палатку и вот смотрите синева какая не знаю дождя не обещали но может какой-нибудь пройдет вообще интересно такой с вечерней зорька закат такой пейзаж офигенный ну а вот с той стороны синева а вот там видите как светло такое ощущение что на нас облаках ползут синие что так все в ожидании поклевки ребят подъехал сергей но он уже давно подъехал и сейчас покажу вам как мы расстались вот видите сзади это его удилище у нас один мост получился а это получается мои удилища сверху я федерок но вот ловлю оттуда карпиков поставил чтобы не скучать закормились завезлись но я завожусь особенность нашей рыбалки в том что серия говорит я не хочу завозиться я люблю закидываться поэтому он прикормил там пять спомбов и закинуться где-то метров сто сто двадцать вот так кормится он на 100 100 110 вот 120 у него лежат оснастки я завез я нашел там впереди была одна баклажка я за заплыл с эхолотом посмотрел там четыре глубина метра там 200 метров до мостика и но посмотрел как заводится корабли корабли чуть дальше заводится метров на 40 на 30 я за я посмотрел там и поставил вторую точку но получилось . далеко 270 метров там 5 метров глубины посмотрим откуда пойдут отзывы и после этого как раз мы я решу на какой точке но я останусь и буду ловить после этой ночи ну что пожелайте удачи не хвоста ни шеи как мне так и вам если вы на рыбалке хорошее домашка его очерпай давай отсюда видишь он сильно экономит посетил меня ночной гость наконец-то нормального размера это получается варенка с поп-опом вот такой размер распорядись покажись как говорится ну что уже к пятерочке ближе четыре с половиной пять точно завтра наверно днем свеж туда и покажу вам сейчас пока в мешок и перезавозиться ночь пришла и поклевочки пошли сейчас надо быстрее перезавестись сергей и закидывает да еще другой стране поклевку вон она я его поймал всех малышей перелавили мой крупней зеркальный ну давай с починуть а вот это мой дай ребят утренняя зорька многие перезавозятся многие тащат поклевок много судя по крупности небольшие ну что ничего так завожу утро бодро началось со схода с хорошего схода крупняк был сейчас меняем тактику завозим вот мой маркер доплыл и буду ставить одну кормовую точку начале две поставил смотрел что отсюда крупняк идет я оставлю здесь наверно одно и ставлю такими стиками бомбическими как говорится буквально смысл слова не думаю отличная вещь и вот второй прикол вот так я уже говорил приказываю телес макуха правда далеко и . находится но при любом раскладе это лучше чем две точки и отсюда крупный идет серёг чё клюнуло серёга крокодил крокодил серёга амуре щейлю амуре щи ну сколько сразу килограмм то надо на скидку а смысле амуре щи на полтора ваш амурчик маленький больше карты щих слушай ты порвал водоем ну так давай карпа карпище серёга ты зачем всех карпов огромных вытащил из пруда карпище увижу у тебя засекся мне нет ребята не пойму что происходит у меня было два схода на первых пошел перенасадил все завез то есть крючки нормальные поводки нормальные вот идет до определенного уровня где-то здесь какие-то кочки вот как раз перед кочками он как-то умудряется зацепившись за них и сойти а может быть ну не активный карп очень паровозов нету поэтому может быть он там как-то не сильно засекается за слизистую потом сходит поэтому не могу ничего сказать два схода подряд так что не знаю не теряет дух как говорится ловлю дальше ребят ездил сейчас не хотел рвать удочку зацепился за что-то и съездил и нашел вот такую коряжку оказывается по этому берегу где-то на глубине четыре с половиной пять метров вот лежат вот такие коряжки ну прям хорошо зацепился не хотел срывать поехал вытащил вот вот такие получается лежат и если и когда карп клюет и уходит в этот коряжник если он зацепляется как раз получается вот нагрузку такая палка и уже проблемно тащить издалека и обрыв получился мне вот как раз обрыв с такой аналогичной мне кажется коряжечка при поклевке надо быстро форсивно выводить получается наверх его и тащить сюда в берег ну что ребят наконец-то поклевка надеюсь результативно а есть да есть притащил я его есть есть поросенок ребята такой красивый зеркаша смотрите с красивая сна раскраской клюнул на обычно поп-оп-оп где-то районе четырех килограмм вот такой слушайте но сейчас где-то около двух часов дня вообще ни у кого не клюет я этому рад так что рыбалка идет рыбалка продолжается ловим дальше давай 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 пока серёга тащишь наверно большой раз он как загибается сейчас я тебе подсачу ух ты но шикардос серёг и так рискуешь выловить весь пруд что делать то будем нас выгонят отсюда и больше не пусть ждем ночью сейчас главное тоже спасать смотри ни у кого не клюет ты видел кто-нибудь чтобы вытащил вот ты я вот человек и учил все все да нормально полторашка есть ты чё так выкинул ты его ну давай запаровозь давай потихонечку пошла ребят поклёвочка наконец-то поклёвочка итак ребят у меня закономерность два-три часа идут поклёвки соответственно я поставил на корм рыбку сейчас опять с той же самой дальней точке поклёвка ну блин тащить дом реально долго если бы я знал что долг-долг явных не стал там точку но она клевать начала поэтому я буду ловить давай боец и небольшие клюют и всегда на стике бейс в любой интерпретации надеюсь что ночью подойдут нормальные вот такой красивый зеркаша ладно давай полторашечка то наша мост стоит высоко где-то метр над водой поэтому спускаться выпускать неудобно кидаешь всплески идут ну что закономерность есть бойл рыба облюбовала уже даже придумывать ничего не надо можно ставить стики бейс там в любых интерпретациях вот такой вот поп-ап либо с чем-то еще и будет клевать постоянно я завозиться блин грести далеко 27 метров ну что ребят опять поклевка ну где-то два два с половиной числа пошло но точка на 270 метров это очень долго вытаскивать хотя бодро бодро прям паровозе хоть бы это амургу на 15 просто найдет к огромный просто огромные ребята 10 кг дайк серёг ним просто мечтаем о таком поэтому про него и говорит да нормально трешка есть да какая полторашка но два минимум два железно серёга два здесь железно что ребята вот такая дожечка прибыла вечерняя зорька только начинается часов шесть час надеемся в ночь как серёга говорит надо червонца поймать и мы поймаем все-таки червонца хотя нет хотя бы хотя бы червонца так что ждем червонца ну что давай родины пока ушел ребяту серёги поклевка у него кто-то упирается чего сошел не сдался упираться перестал серёга скажи пожалуйста как ты добился такого успеха а труду как ты до спец такой успех феноменального в ловле карпа успехи успехи у нас плохие но судя по тому что вообще никто не ловит у нас нормально успех мы то ловим но без рыбе то да он под них может пойти ох ты ох ты смотри смотри какой феноменальный как-то херня то это рыба 1010 до червонец дружка дружка серёга расскажи секреты успеха ты только не глуши обводу на в автор с какой динамин модный какой-то первый пошел вечерний да сергей расскажи пожалуйста зрителям канала секреты успеха в ловле карты я не люблю ничего рассказывать приезжайте вот смотрите учитесь